В эфире телеканала ННТ новости Дагестана. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте! И в начале короткий анонс. Торговли на тротуарах нет. Мэрия Махачкалы будет штрафовать предпринимателей, нарушающих закон. Новогодний подарок от Минтруда. Сразу несколько многодетных семей из Дагестана получили ключи от пассажирских газелей. В Министерстве спорта отметим представителей республиканских СМИ. Незаконную торговлю в столице будут жестко пресекать. Сотрудники городской администрации провели очередной рейд по улице Нурадилова. Цель подобных проверок – не бляшать предпринимателям, а упорядочить торговлю, уточнили в мэрии Махачкалы. Бизнесменов, которые будут продолжать выносить продукцию за пределы своего павильона, ждут штрафу. Наводить порядок будут и на территории вокруг столичного рынка номер 2. Представители мэрии Махачкалы при содействии сотрудников ГИБДД и ДПС проводили разъяснительную беседу с автовладельцами о необходимости соблюдения правил дорожного движения и парковки. На злостных нарушителей тут же составлялись протоколы. Администрация города напоминает, что на улицах Дзержинского и Батырая установлены дорожные знаки, которые необходимо соблюдать. К тому же здесь запрещена парковка автомобилей во втором ряду. Народ вроде наш, казалось бы, но менталитет нашего народа все равно остается. Обязательно надо прикрывать, как возможно, два ряда, три ряда ставят эти машины. Поэтому мы решили сегодня провести рейдовое мероприятие. Уже и эвакуаторы проработали, и каждый по своей части. И я думаю, нам необходимо ежедневно проводить мероприятие до доведения наилучшего такого порядка. Мы понимаем, народ хочет трудиться, заработать, кормить свои семьи. Мы не против таких людей. Чем воровать, лучше трудиться и зарабатывать своим трудом. Но на рынке есть пустые места, они не хотят там занимать или арендовать эти помещения или точки. И хотят выйти на именно тротуарную часть. И, соответственно, для прохожих, пешеходов и так далее, они тоже осложняют эту ситуацию. Поэтому это совместно с транспортным управлением по транспорту и, соответственно, с торговым управлением по этим торговым точкам. Поэтому однозначно эта работа будет вести по Дзержинскому, будет вести по Нуродилову. Начинают, как говорится, знаков, установки для обеспечения добрых таких шагов и наших водителей и так далее. Чтобы не были заторы. И над этим будем работать. Новые машины в Новый год. В Министерстве труда и соцразвития республики решили в канун праздника поздравить своих подопечных. Ключи от пассажирских газелей получили главы семей, которые воспитывают 10 и более детей. В продолжение темы сюжет Карима Гамаева. Много детей предполагает и много мест в автомобиле. Поэтому Министерство труда республики решило в преддверии Нового года подарить шести семьям из Дагестана вместительные газели. Бабушке Патимат теперь есть на чем ездить с внуками. Это очень даже большой подарок у меня, гостина. Очень большой, даже большой подарок. Я довольная. Я иду с ними, с газелем, внукам, это показывают. Они обрадуют. Они чтобы счастливы были, радостны были. Это Новый год. Это чтобы она всегда так рада была. Всегда в жизни радостны были они. Ключи от новых автомобилей главам семейств вручал руководитель Минтруда региона Абдурахман Махмудов. По его словам, выбрать подходящие машины было делом нелегким. Дорогие друзья, мы действительно очень переживали. Переживали для того, чтобы, во-первых, купить такие хорошие машины. Во-вторых, за их качество переживали. Переживали еще, чтобы успеть накануне Нового года, чтобы вам вручить ключи. Нам это удалось. И нам очень это приятно. Мы желаем вам здоровья. Ездите, радуйтесь. Пусть это будет в вашей жизни не последняя машина. Здоровья, мира, добра. Своими впечатлениями о новом авто поделился и многодетный отец из Дербента Замир Меджидов. Признается, что поначалу и не верил, что под Новый год получит ключи от нового микроавтобуса. Конечно, приятно, что потом это все совершилось. Действительно, так оно и есть. Нам позвонили потом соцзащиты, сказали собрать документы о том, что вам полагается транспорт. Ну, как бы трудно в это поверить, конечно, но сейчас действительно так оно и есть. Очень приятно, что такая есть поддержка. У меня такого транспорта нового не было, конечно. Сейчас мы будем уже смотреть, как оно будет в поезде. Ну, наверное, думаю, будет непривычно, но будем привыкать. С января 2022 года в Республике Дагестан была введена дополнительная мера господдержки малоимущих многодетных семей, в рамках которой и прошла данная акция. Карим Гамаев, Магомед Магомедов. Новости ННТ Махачкала. И в продолжение темы. Семь гвардейских классов Дагестана получили охолощенное оружие. В мероприятие приняли участие представители Росгвардии и Министерства образования Республики. Важно уточнить, что оружие предназначено для имитации выстрела холостыми патронами. Всего в школах разных муниципалитетов Дагестана открыты 14 росгвардейских классов. Напомним, что инициатива их создания принадлежит силовому ведомству и поддержана лично главой региона Сергеем Мериковым. Главная цель акции – военно-патриотическое воспитание молодежи, повышение авторитета и престижа военной службы. Чтобы мы жили под флагом мира, но, как было сказано здесь, готовиться в случае возникновения военных действий мы с вами обязаны. Поэтому большое спасибо Росгвардии, что они оснащают наши кабинеты, делают все возможное, чтобы наши дети полноценно готовились к предмету и по профилю. Я хочу вам желать прелесного здоровья и отличного учебы. Семья – хранитель духовных ценностей. Мероприятие под таким названием прошло в селе Баба-Юрт. На вечер были приглашены работники представительства муфтията в Северном территориальном округе. Встреча в подобном формате здесь прошла впервые. О ценности семейного очага и особой ее роли в исламе говорили многие выступавшие. Мы с вами являемся теми людьми, которые работают с обществом. И общество, оно начало берет, конечно же, в семье. Если в семье будет порядок, если в семье будет царить добрая, хорошая атмосфера, где будут расти дети в духе ислама, и все соблюдать в рамках дозволенного, тогда, конечно, аль-хамду-ля, есть надежда, что будет улучшаться общество. Мероприятие сопровождалось выступлениями богословов, исполнением нашидов. Особо отличившихся работников наградили благодарственными письмами и ценными подарками. В завершении среди присутствующих разыграли пять путевок на Малый Хадж. И к новостям спорта. Подарки, теплые слова и пожелания. Федерация Тхэквондо Дагестана подвела итоги уходящего года. Чествовали спортсменов и тренеров, показавших наилучшие результаты в сезоне 2022. Этот год для нашей сборной стал самым успешным за более чем 10 лет. На чемпионате страны среди взрослых дагестанские тхэквондисты завоевали три золотые, одну серебряную и три бронзовые награды. Среди лауреатов премии «Спортсмен года» также были юноши и юниоры. Памятные статуэтки вручили и представителям дисциплин пара Тхэквондо и Пхумсе, которые выигрывали медали всероссийских и международных турниров. «Вам больших побед. Желаю вам, чтобы турниры проходили без травм. Я буду всячески помогать и буду стараться помогать вам, в чем могу. А вы, пожалуйста, трудитесь, учитесь и занимайте хорошие издевые места». В Министерстве спорта отметили представителей республиканских СМИ. Руководитель ведомства Сажид Сажидов поблагодарил журналистов, освещающих спортивную жизнь региона. Среди тех, кого наградили и вручили памятные подарки, был и наш коллега-корреспондент ННТ Курбан Рагимов. В ходе встречи были подведены итоги уходящего года. Также министр спорта выслушал предложения журналистов и пообещал всякую поддержку в их реализации. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях и до следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин